Здравствуйте! Больше миллиарда 300 миллионов рублей за 9 месяцев потратили жители Алтайского края на свою стройность, то есть на фитнес. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. Почему спорт входит в моду и почему пока мы догоняем в этом плане остальную страну? На эти и другие вопросы искали ответы участники первого на Алтае Всероссийского фитнес-форума. Сегодня у нас в гостях министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов и Олеся Кравченко, основатель и директор фитнес-клуба Gravity Fit, если так можно сказать, инициатор и организатор проведения форума. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Иван Натальевич, можно начать с вас. Вопрос такой, что форум, с одной стороны, собирал представителей фитнес-индустрии, с другой стороны, его поддержало Министерство спорта Алтайского края. Почему он оказался интересен? Ну, фитнес – это неотъемлемая часть тоже спорта. Вот президент поручил всей стране довести количество регулярно занимающихся физической культурой и спорта до 70%. И здесь фитнес-индустрия, она, конечно, помогает нам достигать этой цели. И здесь мы, конечно, с удовольствием поддержали это мероприятие, потому что оно еще впервые было в нашем регионе. Ну, здесь, на самом деле, все, что касается спорта, все, что касается физической культуры, Министерство спорта всегда откликивается только двумя руками «за». Вот по статистике, да, больше миллиона человек, жителей края, занимаются уже спортом в той или иной степени. Есть ли какие-то данные, сколько из этого фитнес, сколько профессиональные спортсмены? Или, в принципе, тут, ну, и не нужно, может быть, делить? Да, главное, что активность. Здесь сложно, как бы, вычленить эти цифры, как бы, ну, самое главное, что количество клубов растет, количество занимающихся, соответственно, тоже растет. И это общая цель наша, и путь достижения к ней мы идем. Вот там, на самом деле, очень сложная методика, которая доведена нам с Министерства спорта Российской Федерации. Здесь вот, ну, мы можем сказать по федерациям и по всем тем активностям, да, которые есть для занимающих. Но здесь сложно как-то вычленить вот именно всех, потому что здесь тоже разные направления есть. Есть беговые клубы, которые в фитнес-индустрии, есть комплексные фитнес-центры, да, которые тоже, это и Gravity Fit, это и Magi Sport, да, это и Safari. Ну, их большой-большой-большой спектр, и сложно как-то выделить. Вот, и мне здесь, на самом деле, тоже интересно то, что фитнес-дата, да, нам такие цифры довела. То есть у нас этих цифр как бы нет, вот, а нам как бы довели, и очень приятно, на самом деле, радует то, что жители Алтайского края, они в тренде, может быть, у нас еще не так популярны. Хотя, если мы посмотрим город Барнолу, то действительно количество фитнес-клубов растет с каждым годом. Алисий Игорь, ну, здесь, наверное, вы можете по своему опыту сказать, действительно ли популярнее спорт становится, становится ли популярнее фитнес, и если да, то какие бы причины можно этому найти? Ну, на самом деле, все нам с точки зрения фитнеса немножко проще. Да, на самом деле, рынок, он еще пустой относительно всеобщей статистики, то есть он не перенасыщен фитнес-объектами, поэтому мы наблюдаем повышенный интерес к нашему региону среди федеральных игроков, об этом мы тоже чуть позже расскажем. Но, знаете, это, да, процент вовлеченности растет, но это не равно какой-то, какому-то всеобщему спросу. Условно, фитнес-клуб сейчас активно старается вовлекать людей всяческими путями, то есть это не только условно-банальный фитнес, который привыкли видеть там еще несколько лет назад, да, такая качалка, где силовые виды спорта. Сейчас фитнес-клуб старается всяческими усилиями вовлекать клиентов, потому что они стали избирательны, и нам приходится на самом деле непросто. Мы придумываем различные мероприятия, мы придумываем марафоны, челленджи, мы внедряем геймификацию различными методами, практиками и технологиями, помогаем клиенту первый раз прийти и уже остаться. Это сложно, потому что, как уже сказал Иван Витальевич, регион немножко отстает от центра, и у нас с Министерством спорта и другими коллегами общая задача стоит для повышения, задача на повышение культуры фитнеса в нашем регионе. Этим и занимаемся. Вот интересно, возвращаясь к форуму, к теме нашего интервью, казалось бы, здесь фитнес-клубы, фитнес-центры конкурируют друг с другом, но форум, наоборот, он проводился для объединения, для того, чтобы, видимо, ответить на какие-то вопросы общие. Почему идея возникла? Изначально была глобальная социальная тема — это повышение культуры фитнеса в регионе. Такие подобные форумы проходят далеко. В основном это Москва и Санкт-Петербург. Соответственно, билеты дорогие, и очень сложно вывести всю команду. Это практически невозможно сделать, такой бюджет выделить на всю команду. Поэтому захотелось дать возможность коллегам, тренерам, людям, так или иначе причастным к фитнесу, попробовать такой формат мероприятия у нас в регионе. На самом деле это очень круто, потому что прокачали не только харды тренерского состава. На базе фитнес-форума было организовано сразу несколько залов фитнес-конвенций, где были приглашены топовые презентеры со всех регионов нашей страны, от Новосибирска до Екатеринбурга, Москвы и Питера. И я вижу по отклику от команды, им это было не столько нужно даже для прокачки каких-то своих профессиональных навыков, но и для повышения эмоционального фона. Они тоже стали с удовольствием относиться к работе, еще больше любить клиентов. Но я считаю, что это только положительные стороны. Помимо конвенции еще была организована бизнес-часть, также мы встречали все отрасли на круглом столе, тоже Иван Витальевич присутствовал, обсуждали очень важные вопросы развития отрасли в регионе. Как раз вот какие можно пересислить из важнейших, которые стоят сейчас перед отраслью в Алтайском крае и может быть в стране? Один самый важнейший вопрос это кадровый голод. Сейчас не только наш регион страдает, но и вся страна, и скорее всего не только даже в нашей сфере фитнеса. Поэтому думали о том, как Министерство спорта может помогать фитнесу с кадрами. Была идея, Иван Витальевич, может быть, нам сейчас, наверное, раскроет лучше этот вопрос. Выращивание кадров в вузах, а именно кадров спортивных, да, то есть по направлениям физической культуры и спорта. Нет, но у нас очень хороший вуз, я сам его окончил, да, и там просто надо прорабатывать, разговаривать. Вот действительно то, что отрасль, она фитнес-индустрия, она с каждым годом все развивается и развивается. И здесь вот именно подготовка кадров – это неотъемлемая задача, с которой, ну, каждая отрасль сталкивается. И здесь, конечно, нужно работать в тесном взаимоотношении с нашими и вузами, и с УЗами, потому что у нас и в этом направлении есть. И дефицит кадров, он, на самом деле, не только в фитнес-индустрии, не только в спорте, это как бы, это тренд всеобщий, да, и борьба за кадры, она, конечно, будет продолжаться все больше и больше. И здесь нужно просто стараться больше подготовить и сложиться, чтобы понятные правила игры для всех были. Нам отрасли, на самом деле, будет легче, когда учебные заведения нам дают базу, то есть, да, это спортивная уже база, плюс знания по анатомии и физиологии, а мы уже профильно под фитнес, так сказать, повышаем квалификацию этих кадров. — Вот то, о чем вы говорили, про то, что запрос публики растет не просто на какое-то место с тренажерами, штангой и гантелями, а еще на что-то большее. Вот о тенденциях, вот что это большее, что еще хочет человек, приходя в фитнес-индустрии? — Сейчас все люди выбирают оффлайн-формат, оффлайн-общение. Это модное слово «комьюнити», которое, я сейчас смотрю, тоже начали все чаще и чаще использовать в других областях и отраслях. Людям важно общение, важно проводить время вместе в кругу интересов. На базе даже фитнес-клуба это могут быть разные комьюнити. Например, мы готовимся к спортивному марафону и принимаем участие в забегах. На базе фитнес-клуба это прекрасная площадка для подготовки как раз к самим забегам. Сейчас очень круто развиваются заплывы тоже в различных городах, регионах. Я знаю, что даже за территорию страны сейчас выезжают люди. Подготовка к триатлонам всеразличным. То есть это различные комьюнити, да. — Если объединить сейчас вот такой тренд, это все-таки вызов перед самим собой, что ты можешь преодолевать свои возможности. Это вот то, что сказали и марафоны, это супер там в триатлоне марафоны. То есть народ как бы идет и идет. И у каждого свой какой-то предел, да. И каждый человек старается вот этот шаг перешагнуть, перешагнуть, да. Тем самым они в хорошем смысле заражаются этой идеей и доходят там до действительно марафона. 40 километров бегают там на велосипедах. Ну сколько там, 180 на велосипедах, плюс еще заплыв у них. То есть там, ну такие мощные, плюс отдельной дисциплины там по веломарафону проходит. То есть и Алтайский край в том числе тоже проводит. У нас был забег РФ проходил, вот это под эгидой «Вся страна бежит». Вот это, ну я участвовал сам, до конца, правда, не доехал, но на веломарафоне, потому что нужно было на другое мероприятие ехать. Вот Тигунский веломарафон тоже уже такое набирает обороты. И представители, так скажем, нашей фитнес-индустрии, они тоже там участвуют как бы и целыми командами. Если говорить об итогах, то, чего удалось достичь и совпало ли с тем, что ожидали, да, то есть сверхцели, скажем так, достигли ли? Ну конкретно мы ставили перед собой цель, это еще раз укрепить взаимосвязь между властью и отраслью. Это проработать важные вопросы, в том числе, и давайте вернемся, это вопрос захода на рынок Алтайского края федеральных крупнейших игроков. Две разные федеральные сети заявлены в ближайшее время в нашем регионе. Нужно понимать, насколько у нас совпадают или нет цели и ценности. Поэтому об этом тоже говорили, подключали лидеров этих игроков онлайн к нашему круглому столу. И, на мой взгляд, удалось достигнуть с помощью коммуникации взаимодействия, наверное, вот так. Ну, наверное, итог один, и самое главное, таки, что мы договорились, что создадим общественную организацию, куда войдут все представители нашего региона, фитнес-индустрии, и мы будем более тесно взаимодействовать для общей нашей цели сделать популярным спорт в Алтайском крае. То, что заходят новые игроки, хорошо это или плохо? С одной стороны, это конкуренция, но конкуренция... Для меня это всегда круто, потому что даже на примере моей компании не так много, вот только будет год, поэтому даже на примере нашего открытия мы можем сказать о том, что, не знаю, может быть, Натальич, опровергнет немножко мои слова, но мне кажется, отрасль встрепенулась, то есть всегда новый игрок, он подразумевает некий такой, как это правильно сказать, ну, давайте, ажиотаж на действие, вот. То есть если там ранее все устаканилось и текло своим чередом, и всем всего хватало, в принципе, я до сих пор считаю, что клиентов хватит на всех, потому что все равно мы так или иначе разные все. Но с появлением новых игроков тебе нужно придумывать что-то новенькое, что в целом, вот смотрите, я придумываю что-то новенькое, а мой коллега придумывает что-то новенькое на другой улице, да, и таким образом мы отрасль меняем к лучшему. С одной стороны, первое, если придут новые игроки, они завлекут новую аудиторию, супер. Если начнется борьба за клиента, то эффектом должно стать повышение качества услуги, что тоже является хорошо как бы для потребителя. И здесь, ну, задача наша, это чтобы все-таки был дополнительный приток людей, которые мы создаем возможности. Государство уделяет большие ресурсы в этом направлении, и в том числе это и налоговый вычет. Ну и раз уж мы сегодня говорим о вовлечении людей в спорт, то, Иван Натальевич, Олеся Олеговна, на вашем примере. Путь в спорт, с чего он начинается, и почему стоит этот первый шаг делать? Ну, у меня он свой путь. Я думаю, многим известен, да, вот. Мой путь – это детская секция, и вот, на уровне министра спорта. Вот, а у других, я так скажу, что мои родственники, там, моя сестра, вот, она никогда не занималась спортом, да, вот. Но в свое время попробовала фитнес, и она делится так, когда я всю жизнь, да, в спорте, я знаю, как бы, что такое спорт. А человек, когда никогда не занимался и пришел, он говорит, ну, как здорово, то, что вроде бы физические нагрузки, они должны утомляемость, а они, наоборот, энергию дают то, что у тебя заряд бодрости, энергии на целый день больше становится. На личном примере я хочу сказать, что для меня фитнес – это своего рода такая крутая зависимость, потому что это все объяснимо на физиологическом уровне, выделяются гормоны радости и так далее, вот, что говорит Иван Витальевич, это заряд бодрости на весь день, это все на уровне физиологии объясняется. Поэтому достаточно сделать только первый шаг, прийти, попробовать несколько тренировок, влюбиться в фитнес, я уверена, этого будет достаточно для того, чтобы сделать уровень своей жизни и качество своей жизни выше и лучше. Спасибо большое за интересную беседу, к сожалению, время подошло к концу. Напомню нашим телезрителям, что о первом Нолтай фитнес форуме говорили мы сегодня, а также о любви к спорту. Берегите себя и живите активно. До встречи!